Спецкат Если мы добавляем сюда еще языковой момент, то выясняется, что для 379 тысяч человек русский язык является родным, что составляет примерно 28,47% от населения Эстонии. Для такого маленького государства это довольно много. Хотя, если посмотреть все по той же переписи, за 10 лет количество русских уменьшилось на 3,4%, но объективно русских все еще много. Несмотря на это, в Конституции Эстонии в главе 1, параграф 6 черно-по-белому написано «Государственный язык в Эстонии один эстонский». И эту претензию к нашей стране я встречал довольно часто. Мол, почему при таком огромном количестве русскоязычных русский в Эстонии не является вторым государственным? В пример нам обычно приводят Финляндию, где при 5,2% шведскоговорящего населения от всей численности жителей, шведский там является вторым государственным. В пример нам приводят и Белоруссию, и Швейцарию, и даже Канаду. Но чтобы во всем разобраться, достаточно будет посмотреть на примеры внутри Европы. Почему у них сложилось так, а у нас иначе? Устраивайтесь поудобнее, берите свой завтрак, обед, ужин. Сейчас я вам постараюсь донести мысль о том, почему единственной страной, где русский должен быть государственным языком, должна быть только Россия. Хотя и там до какого-то определенного момента. Эстония появилась 24 февраля 1918 года, и уже тогда русские проживали на территории нашей страны. Для простоты я пока что буду говорить русские, потому что языковой состав в те времена было определить довольно-таки сложно. Например, в переписи населения 1922 года языковой состав вообще не считали, и смотрели только по национальности. К слову, это была первая перепись населения независимой Эстонии, из которой следует, что русских тогда жило чуть более 91 тысячи, что составляло примерно 8,2% от всего населения. И это уже считался первым большим скачком, так как, во-первых, в Эстонию перебралось множество представителей белого движения после коммунистической революции в России и Первой мировой войны. А во-вторых, Эстония присоединила Петцрема, где русских жило процентов 40 от всего русского населения Эстонии. В сравнении с 1897 годом количество русских в независимой Эстонии выросло почти вдвое. С тех пор и по сей день русские стали самым большим нацменьшинством в Эстонии, значительно опередив по численности немцев, массово покидавших Эстонию после земельной реформы 1912 года. 15 июня 1922 года была принята первая в истории Эстония конституция, которая в 12 статье гарантировала национальным меньшинствам получение образования на родном языке. Первая эстонская конституция в целом была довольно либеральной и даже не предусматривала пост президента как таковой. Ну а в 1925 году был принят закон о культурной автономии, позволявший принадлежавшим к тогдашним крупнейшим нацменьшинствам людям формировать свои собственные культурные муниципалитеты. Такой возможностью, правда, тогда воспользовались только немцы и евреи. Однако факт остается фактом. Во времена Первой Республики национальные меньшинства имели в своем распоряжении немалый багаж прав, которых у них не было и ни до, ни после. Почему это было так? Ответ лежит на поверхности. Эстония в те времена была практически мононациональной и моноязыковой страной. Согласно все той же перепись населения 1922 года, эстонцев составляло примерно 86% от тогдашнего населения Эстонии. Представители от каждой иной национальности составляли менее десятка процентов. К тому же большая часть из них проживала в Эстонии по соседству с самими эстонцами многие столетия. Эстонские шведы жили в Эстонии еще до того, как Эстония оказалась под властью шведской короны, а русские еще до нештатского мира. Поэтому власти Эстонии смотрели на них так же одинаково, как и на эстонцев, понимая, что они такие же коренные жители этой страны, как и они сами. Но при всем при этом, даже тогда эстонский был единственным государственным языком, так как с самого начала Эстония позиционировала себя как национальное государство, прежде всего самих эстонцев. Ведь другого государства у эстонцев, где госязыком был бы эстонский и где эстонцы могли спокойно вести свои дела на одном языке, просто нет. У шведов была Швеция, у русских Россия, у немцев Германия. Да, подозреваю, что вы опять вспомнили Финляндию, но мы к ней еще вернемся. В 1938 году произошла конституционная реформа, которая, помимо включения должности президента и создания второй палаты Риги Когу, появился 22-й параграф, который уже предусматривал ведение урока в школах на государственном языке, исключая те моменты, где в школах нацменьшинств обучение велось на их национальном и государственном языках на основаниях и пределах установленных законов. Закон о национальных муниципалитетах редактировать как-либо не стали. Его отменило уже советское оккупационное правительство в 1940 году. И после оккупации национальный состав Эстонии стал меняться быстрыми темпами. Во-первых, после войны в Эстонии стало критически мало евреев, немцев и шведов. К примеру, если в Эстонии в 1938 году было более 16 тысяч балтийских немцев, то к 1959 году их было всего 670. Про шведов у меня есть отдельное видео. Ну, а с евреями случился Юденфрай, в период нацистской оккупации. А вот количество русских увеличилось настолько, что эстонцы, прямо скажем, офигели. В 1959 году русские составили 20,1% от всего населения Эстонии. В 1970-м 24,7%, в 1979-м 27,9%. И уже по данным переписи населения 1989 года русские составляли 30,3% от всего населения Эстонии. Подавляющее большинство русских приехало в Эстонию из других регионов СССР. В основном из-за создания здесь новых рабочих мест в виде различных производств в Таллине и Идавирума. Хотя некоторые русские мигрировали в Эстонию по собственной инициативе, прежде всего в поисках лучших материальных возможностей, большинство русских оказались в Эстонии насильственны, из-за политики индустриализации и русификации Советского Союза. На здравствуй славный советский рабочий класс! Плюс оккупированные территории, которые добавки еще и считались пограничными, нужно было кому-то охранять. Поэтому сюда прибыло немало военных. И хотя на бумаге государственным языком в Эстонской ССР был эстонский, по факту им был русский. Ведь приезжих русскоязычных не обязывали учить эстонский, так как все и так дублировалось на русский. В 1978 году лидером коммунистической партии Эстонии был назначен Карл Вайна, который, несмотря на эстонское имя и фамилию, почти не знал эстонского языка. В Советском Союзе была такая идея, как языковой интернационализм, который предусматривал ведение дел, общения и образования на одном каком-то языке. Для формирования единого, однородного общества. Еще Ленин говорил, что госязыка быть не должно, как языков малых народов, что немного противоречиво, согласитесь. Реализовали эту идею таким образом, что кирилльц, например, насаждали тюркским народом. На 21 съезде КПСС в 1959 году объявили, что в СССР больше не существует национальных проблем, и что все народы СССР стали социалистическими нациями, что считалось для них промежуточным этапом в идеологии. Перед формированием коммунистической нации. В переводе на обычный язык это означало программу по исчезновению нации в течение нескольких десятилетий. Негласным правилом этой программы стало усиление двуязычия в нерусских республиках, исключение национального языка из администрирования, усиление влияния и попросту навязывание русского языка через структуру, так и через лексику и навязывание русско-советской братско-народной культуры. В управлении в Эстонии русскому языку уделялось наибольшее внимание и преимущество, чем когда-либо. В производственной среде советская пропаганда задавала идеал двуязычия рабочего коллектива, где, правда, общим языком все равно был русский. Возможно, и карьерного роста без должного владения русским языком были очень малы. В 70-е годы пропаганда русского языка шла уже просто в открытую, особенно в газетах, где писалось, что русский язык — это язык дружбы и сотрудничества народов СССР. В 80-е русский был обязательным предметом во всех школах с первого класса, а во всяких университетах и правких училищах количество программ на русском языке было многократно увеличено. А после 75-го диссертации на утверждение можно было подавать только на русском языке. Предполагалось, что каждый молодой человек, окончивший среднее образование, должен был в совершенстве владеть русским. Ведь государственный экзамен по русскому языку тоже стал обязательным при окончании средней школы. Эстонцы этой имперской политики активно сопротивлялись. И как итог, по переписи населения 79-го года, эстонцы оказались всесоюзным красным фонарем по владению русским языком. Лишь 23,3% владели им. Сыграло свою роль пассивное сопротивление студентов и преподавателей в школах и других учебных заведениях. В Москву начали поступать сообщения, что в Эстонии назревает буржуазный национализм. Ведь люди разобщены по национальному признаку. И все чаще происходят межэтнические конфликты. Интересно, как так получилось? Завести тысячи сибирских ванечек в оккупированную вами страну, где живы еще люди, которые помнят ее свободной. По-моему, это не очень хорошая идея. Эстонский же язык для неэстонцев преподавался отвратительно. Именно в Советском Союзе зародилась традиция вот этих вот всех русских школ. В них учителя эстонского языка зачастую не имели квалификации, а иногда и вовсе знали эстонский чисто на разговорном уровне, делая ошибки в произношении и ведя большую часть урока на русском. Уроков эстонского в расписании было мало. Ученики забивали на него, так как не считали изучение эстонского необходимым, ведь родители им внушали, что в жизни эстонский им не пригодится. Думаю, для кого-то это и сейчас знакомая история. В 13 школах Эстонии, 7 из которых были в Нарве, эстонский не преподавали вовсе, потому что владеющих эстонским на должном уровне там тупо не было. Как итог всей этой русификации, к перестройке в 89 году лишь 15% русских знали эстонский. При этом сами русские составлялись около 1 трети от всего населения страны. А зачем, если тебе всю жизнь говорят, что тебе, русскому, здесь в Эстонии, эстонский нахер не нужен? Ведь русский в СССР официально был языком межнационального общения. И зная его, ты мог бы получить образование и работу на территории всего Советского Союза. Ведь ты представитель метрополии. Зачем тебе опускаться до их уровня, чтобы говорить с ними на их языке? Чувствуете знакомую риторику? Вот оттуда у нее ноги и растут. Для маленького национального государства это была настоящая катастрофа. И давайте теперь посмотрим на эту картину с точки зрения эстонца. Советы оккупируют твою страну и пытаются ассимилировать, привозя кучу русских и заставляя тебя говорить на русском. При этом их становится настолько много, что даже при всем желании обучить их эстонскому, советское правительство не может найти учителей для этого. Ну или не хочет. Что по факту более вероятно. Кстати, именно с того момента уже местные политики-популисты педалируют в тему нехватки учителей. Конечно же, эта проблема сейчас сильно преувеличена. Учителя есть. Но некоторые политики, чтобы сохранить, видимо, русские школы в Эстонии, до сих пор используют клише времен Советского Союза. Но это другая вообще тема. Вернемся к нашему эстонцу. Как вы думаете, с чем еще у него будет ассоциироваться политика двуязычия? Вот с этим вот пиздецом. И такая политика двуязычия в Советском Союзе принималась не только в отношении Эстонии. Самый близкий к нам пример, где эта политика практически уничтожила национальный язык, это Беларусь. Когда 25 марта 1918 года была провозглашена Белорусская Народная Республика, единственным официальным языком там был белорусский. После раздела БНР между Польшей и Советской Россией, последняя в 20-х годах стала ужесточать роль русского языка. Вплоть до того, что публичное употребление белорусского могло стать веткой причиной в обменении в национализме. После Второй мировой войны западная часть Белоруссии, где поляки тоже постарались с вытеснением белорусской мовы, была взята под контроль СССР. И курс на усиление русского языка и русской культуры там продолжился. Объясняли необходимость русификации там так же, как и у нас. Интернационализация всех сфер жизни народов СССР и создание единого советского человека. Как пример, в период с 1950 по 1985 доля книг на белорусском языке в БССР снизилась с 85% до 9%. Однако, как и в Эстонии, попытка русификации особым успехом не увенчалась. 26 января 1990 года был принят закон о языке в Белорусской ССР, придавший белорусскому языку статус единственного государственного языка в Беларуси. Однако, продержался он в таком статусе лишь до плебисцита, организованного действующим агрофюрером, который и сейчас-то белорусским языком не владеет. А тогда, видимо, из-за этого, решившего изменить национальные госсимволы на модернизированные советские, а к единственному государственному языку добавить еще один – русский. Референдум Лукашенко сопровождался вбросами и был отмечен за несублюдение Конституции и законодательства страны. Тем не менее, по его итогам, 83% проголосовали за, и до сих пор в Беларуси два государственных языка. К чему я это все говорю? Политика двуязычия в Беларуси привела к практически полному исчезновению белорусского языка. И этот пример нам наглядно показывает, что при похожей схеме, похожая судьба могла ждать и эстонский язык. К тому же, советские попытки русификации что в Эстонии, что в Беларуси были примерно одни и те же. Разница лишь в том, что сегодня по-прежнему один-единственный госязык в Эстонии – это эстонский. А в Беларуси двуязычие привело к тому, что по оценке ЮНЕСКО, белорусский язык находится в уязвимом статусе. Благодаря стараниям пророссийского картофельного диктатора, белорусская мова снова приравнена к чему-то националистическому и подвергается притеснениям. Лукашенко продолжил дело, начатое в Советском Союзе по русификации Беларуси. На белорусском не говорят в государственном аппарате. В школах его преподают посредственно, а то и вовсе не преподают. Дело производства на нем также практически не ведется. И до 2020 года этот язык считался языком колхозников в массовых кругах. Несмотря на то, что по переписи населения 2019 года 81,2% белорусов указали белорусский язык как родной, на деле у белорусов есть одна специфика – проводить знак равенства между национальностью и мовой. Мол, раз ты белорус, значит родной язык у тебя белорусский. А то, что ты им практически не владеешь – дело третье. По факту Беларусь стала практически полностью русскоязычной страной, где могу услышишь крайне редко. А после 2020, я уверен, тебе вообще повезет, если ты услышишь ее в Беларуси. Чтобы этого всего избежать, Эстония пошла другим путем, заставляя всех, кто здесь живет, использовать эстонский язык. Эстонский остался единственным государственным и продолжает укрепляться из года в год. По большому счету, в Эстонии ты сознательно урезаешь себя в возможностях, если не знаешь эстонского. Получить хорошее образование, найти высокоплачиваемую работу, иметь хорошие связи, полноценно и успешно жить в Эстонии ты можешь только в двух случаях – если ты айтишник и если ты знаешь эстонский. Чтобы это понять, достаточно посмотреть на карту Тайлена, где видно, что люди, которые живут в русских районах и люди, которые получают меньшую зарплату – это одни и те же люди. А все из-за недостаточных знаний эстонского. При этом подавать заявления, как письменные, так и устные, подписывать договор о трудоустройстве, получать базовую информацию – ты имеешь право и на русском. И это все при том, что русский после узнавления независимости ушел в статус иностранного языка. И это в какой-то степени даже логично, ведь большая часть носителей русского к сегодняшнему дню – это приезжие и потомки приезжих. О тех коренных русских, которые жили тут до оккупации, практически не говорят уже. К сожалению, это или к счастью – решать уже вам. Но факт остается фактом. Исходя из исторического контекста, русский в Эстонии не может быть вторым государственным языком. Он насаждался советской властью под соусом двуязычия. И когда Эстония вновь получила независимость, стало понятно, что двуязычию больше тут не бывать. Ну а что о Финляндии? Да, Финляндию нам преподносится как такой аргумент, что двуязычная система может существовать и без особых проблем. Однако такие люди зачастую просто не понимают, почему в Финляндии существует двуязычная система. И как с ней на самом деле обстоят дела. Действительно, согласно Конституции Финляндии, государственными языками там являются финский и шведский. Однако, даже несмотря на это, шведский язык в Финляндии постепенно уходит из общего обихода. Шведский в Финляндии – это даже не совсем тот шведский, что в Швеции. Даже сами шведы в Финляндии – это не те же шведы, что в Швеции. И правильнее финских шведов называть шведскоязычные финны. Или как по-фински «Суомин Руотслайсет». В Суоми существует три диалекта шведского, ареал распространения которых соответствует тремя финским регионам. Похьянма – на берегу Батнического залива. Ухима – где находятся Хельсинки. И Аланские острова. Есть еще такой турковский диалект, но это скорее смесь аланского и ухимасского. Поэтому выделим три основных. Из этих трех диалектов первые два сегодня находятся в упадке. Так как их носители двуязычны и постепенно переходят на финский. Это выгодно, поскольку хочешь не хочешь, но все твое окружение говорит на финском. Плюс, если ты ребенок и родился в двуязычной семье, обычно ты хоть и хорошо знаешь оба языка, чаще говоришь на языке основного окружения. Аланские острова стоят тут особняком, потому что это преимущественно шведскоязычная территория. Там вообще ровно обратная языковая статистика в сравнении с остальной Финляндией. 91,2% населения там говорят на шведском и только около 5% на финском. Это вообще особая территория в составе Финляндии, начнем с этого. Которая с 1920 года является автономной территорией в составе Финляндии. Там очень интересная история, суть которой заключается в том, что этот регион был изначально шведскоязычным. И был завоеван Российской империей, став частью финляндского княжества еще в начале 19 века. Тогда финны добились у Александра II статуса финского как официального внутри Великого княжства финляндского, наравне со шведским. Когда же спустя 100 лет Финляндия получила независимость, стоял вопрос оставить все как есть, либо сделать шведский язык языком национального меньшинства, тем самым урезав его в правах. Шведы желали широкой автономии для всех шведскоязычных областей. По итогу сошлись на компромиссе. Языки стали равноправными, но шведскоязычные области никаких особых привлекий не имеют. Опять же, Оланды это исключение. С ними все намного сложнее, потому что после обретения независимости Финляндии вопрос этих островов стал очень острым. Потому что Оланды хотели быть частью Швеции. По итогу вопрос ушел решаться аж в лигу наций, совет которой постановил дать Оландам особый статус в составе Финляндии, который сегодня определяется соответствующим законам, на которые ссылается Конституция Финляндии. Территория Оландских островов полностью демилитаризирована, нейтральна. Там есть свой Лактинг, то есть парламент, на выборах в который могут голосовать жители Оланд с особым местным гражданством. При этом Оланды имеют еще и своего представителя в составе финского парламента. На Оландах шведский является единственным национальным языком. Там сохраняется шведская культура. Местные жители не могут быть признаны в финскую армию. Экономически этот регион также не бедствует, ведь по ВВП на душу населения в Финляндии он занимает второе место из 19 регионов. И был одним из двух регионов наравне с Усима, где ВВП на душу населения превышал средний по Финляндии. Помимо Оланд, других преимущественно шведскоязычных муниципалитетов в Финляндии нет. Есть смешанные, есть преимущественно финоязычные. И только в первых закон о языке регулирует, быть ли табличком на домах на двух языках, на финском и на шведском. Предоставлять ли все услуги на обоих языках или публиковать на них все документы. Да, не во всей Финляндии шведский равнозначно используется с финским. Это зависит от муниципалитета. Нет, конечно, если это государственные услуги, они доступны на двух языках. Однако в Финляндии четко разграничивают обязанности государства и муниципалитета. Вот, кстати, критерий, по которому муниципалитет может стать двуязычным. Я надеюсь, вы поняли основные различия, которые позволяют Финляндии делать двуязычную систему. Которую, я думаю, отличается от той, что представляет простой обыватель. Главное, что тут нужно запомнить, финский и шведский, еще во времена Российской империи имели одинаковый статус. У них не было такой ситуации, как в Эстонии, когда у нас в период оккупации приехали тысячи русскоязычных, которые по восстановлению независимости решили требовать русский вторым гос языком. Тыкая в Финляндию, при этом наговаривая, а вот вы видите, что вот у финнов, а вот что вот вы так не делаете. Поэтому не делаем, потому что присутствует совершенно иной исторический контекст. В Эстонии чисто теоретически может быть двуязычная система, но только в одном случае. Если Печоры и Зонаровья вернутся в состав Эстонии. Став по примеру Аланских островов демилитаризованной зоной, где русские живут своей особой жизнью, по примеру финских шведов на Аланских островах. В остальных вариантах двуязычие в Эстонии невозможно. Ведь, как я уже говорил, большая часть русскоязычных оказалась здесь в период оккупации, признанной незаконной, как и все законы, изданные в то время. Как и эмиграция населения, она также была незаконной. Окей, кто-то может привести пример Швейцарию, где государственными языками вообще являются четыре. Итальянский, немецкий, французский и романшеский. Хорошо, давайте поговорим о том, что Швейцария является конфедерацией с 1648 года, отделившись еще от Священной Римской империи, на территории которой веками жили различные народности. А у самих швейцарцев, как у национальной единицы, вообще нет своего собственного швейцарского языка. Или вы хотите поговорить про Соединенные Штаты, где официального языка нет вообще. Потому что государство строилось выходцами из Англии, из Франции, из Ирландии, из Германии, из Италии и других стран. Все упирается в исторический контекст, не зная который, можно предлагать совершенно глупые идеи по изменению конституционного строя страны. Которой ты сам живешь, но ее историю ни черта не знаешь. А потом начинать манипулировать такими же идиотами, предлагая им двуязычие, нейтральный статус и прочий бред. Не имеющий никакого отношения к нынешней действительности. Может пора уже признать, что русский вторым госязыком в Эстонии не нужен, может лучше стремиться интегрироваться в то общество, в котором живешь, а не отсиживать свою жопу своим языком гетто. Ведь многие вещи и без госстатуса в Эстонии дублируются на русский, начиная там гостелевидением, заканчивая рекламными объявлениями. Русский язык в Эстонии не ущемляется, это миф, навязанный пропагандой восточного соседа нашего, из-за которого, к слову, к русскому языку такое отношение, какое оно есть сейчас. Да, хотим ли мы этого или нет, но сегодня русский язык является орудием военной пропаганды России и одним из инструментов мягкой силы Кремля, при помощи которой он оказывает влияние на русскоязычных по всему миру. Россия использует русский язык как предлог для вторжения или в лучшем случае включения страны в свою сферу влияния, чтобы защитить русскоязычных, которых Кремль считает чуть ли не своей собственностью. Россия поддерживает русские школы, умудрилась превратить их в фабрики по производству людей, склонных быть в оппозиции к собственному государству, ее истории и языку. Конечно, не сама Россия это делает, но люди, которые закопили в своем мозгу парадигму русского мира. Языковая политика Москвы по так называемой защите русских нацменьшинств ввязывает их в языковое гетто, промывает им мозги пропагандой, отрезает им путь для интеграции в общество своей страны, а затем использует их как кричак давления и шантажа. Да, я прекрасно понимаю, почему русский язык для многих токсичен, но я продолжу вести свой канал, например, на русском языке, ломая эту кремлевскую парадигму и объясняя такие элементарные вещи таким же русскоязычным эстонцам, как и я. Потому что эстоноговорящим жителям Эстонии такие вещи объяснять не надо, а для англоязычной аудитории самоговорящие ребята и без меня хорошо справляются. К тому же я прекрасно осознаю, что для эстоноязычных важно, чтобы кто-то русскоязычный на русском языке транслировал их историю, культуру и особенности Эстонии на русскоязычную аудиторию. И я считаю, мы с Юлиусом прекрасно с этим справляемся. Пожалуй, это будет мой ответ на вопрос некоторых комментаторов, почему я вещаю на языке оккупантов. Чтобы те, кто считают себя оккупантами и находятся в контрах со всем эстонским, через меня имели контакт с той Эстонией, которую они отвергают. Всем спасибо за просмотр. Оценивайте видео, подписывайтесь на мой канал, на все мои социальные сети, ссылки на дорогах вы как-то найдете в описании. Как вы заметили, я уже некоторые видео подряд снимаю в этом офисе. Это офис Открытой Республики, где я являюсь одним из участников. И где я участвую во всяких интересных проектах. Если вас заинтересуют подобные, то можете тоже присоединяться, наверное. Вот. Не болейте, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok